Доброе утро, дорогие телезрители, и добро пожаловать в мир, Дэнти. На улице прекрасная погода. На вашем месте. Я бы ждал пока дома. По крайней мере, ближайшие 20 минут. Сегодня, как всегда, будет огромное количество самых новых игр, самых новых секретов и всевозможных новинок. Так что, если вы хотите увеличить свои знания в области компьютерных игр и повысить свою квалификацию игрока... Вы обязательно должны посмотреть эту передачу. Угадайте, что больше всего ненавидят коты? Правильно, мышей. А что больше всего ненавидит мыши? Соответственно, котов. Вечная вражда мышей и котов. Вот это и пытаются выяснить программисты компании Эклейм. В игре Ичи и Скрэчи, о которой вы сейчас и узнаете. Итак, Сега. Итак, встречайте. Ичи энд Скрэчи. Нет-нет, это не Том и Джерри. И даже не Сильвестра и Твитчи. А кое-что покруче. Игра разработана компанией Эклейм. А это уже особенность. Герои же нарисованы в стиле Симпсонов. Что можно сказать о самой игре? Во-первых, тут множество уровней. Все очень разнообразные. Вы играете в роли мышонка. И вам предстоит повоевать с средним котом в самых разнообразных пространствах. Это будет и средневековый замок, и подводное царство, и пустыня, и пиратский корабль и так далее. В чем же заключается смысл игры? Ну, наверное, это понятно. Вам надо сключить Ичи любым подручным предметом и далее уничтожить его хитрые приспособления. Чем же вы будете успокаивать кота? О, даже очень многим. Ну, первое и самое основное – это молоток. Остальные – это пушки, весла, кактусы, кирпичи, морские звездочки и тому подобное. Игра полна юмора. Вот, например, Ичи подходит к вам с наглой мордой и уже замахивается на вас молотком, а вы легким движением руки нажимаете на кнопку, и вот – бедный котенок уже надувает себя насосом. Короче, всевозможных последовательностей от ударов в игре по горло. Поговорим о графике. В этой игре графика очень четкая, красочная, и тут, в отличие от многих игр на Сеге, герои отличаются от заднего фона. Музыка в игре очень забавная и придает игре еще больше азарта. В процессе же прохождения уровней вы, кроме видов оружия, будете собирать множество других предметов. Это будет пополнение энергии в виде коробок с первой помощью или кусочки сыра и так далее. В общем, игра для всех любителей хорошо посмеяться над забавными ситуациями и поиздеваться над котами. Долой наглых, Абджор! Русские игры на Sony PlayStation. Скажи мне, полгода назад, и я бы ни за что не поверил. Теперь же совсем другое дело. Уже около трех месяцев в Калининград прибывают русифицированные игры на Sony PlayStation. Сначала все с пренебрежением смотрели на эту продукцию. Слишком уж неправдоподобно все это казалось. Но потом попривыкли и стали воспринимать это как обычные. И теперь, посчитав все переведенные игры, можно смело сказать, что имеется приличный ассортимент. Вот несколько игр из него. Геркулес и Пандемониум 2. Две приключенческие бродилки. Казалось бы, здесь нечего переводить. Но куда приятнее услышать сюжет, вставки и прикольные скрики в игре на русском. Затем Клоптауэр, Квест, Оверблайн, Фэйту Блэк, Найтмэр Критча, трехмерные приключенческие боевики. Здесь русские переводчики значительно продвинулись в своем деле. Взять, к примеру, Оверблайн, где они, помимо диалога игроков, перевели все английские надписи. И, наконец, Джип Алис. В переводе «Галактическая полиция». Такого качественного перевода я даже от наших не ожидал. Миссии переведены безукоризненно. А помощь диспетчера во время самой игры спасет вам немало времени и жизни. Я еще не перечислил много других русских игр. А их достаточно. А сколько еще будет? Отлично сработано, фриктор. Каждый день без выходных и без перерывов для вас открыт магазин «Дом Дэнди». Здесь вы найдете все виды игровых приставок, море игр для них, тонны познавательной литературы. Кроме этого, роликовые коньки всех видов и размеров по самым умеренным ценам, дополнительные запчасти. А также роликовые доски фантастических раскрасок и многое-многое другое от одежды и до стильных кроссовок. Если вы заинтересованы, то приходите в «Дом Дэнди» на улице Богдана Хмельницкого, 33. Будем рады вам помочь. Вы ждали хорошей драки? Вы хотели понатирать мозоли на пальцах? И в конце концов вас заинтригует название «Умереть или выжить?» Вы спросите, к чему это я? А к тому, что сейчас вы узнаете о драке «Деа Туралайф» на Sony PlayStation. Деа Туралайф Умереть или выжить? Да, неплохое название для очередной драки. Так или иначе, оно подходящее. Но я был очень удивлен, когда узнал, что эта игра была сделана Текма, а не Нанка или не Сквайр, например. В общем, Текма показала себя с лучшей стороны. История игры, как и у всех драк, я бы сказал. Собавились чемпионы по разным видам единоборств, из разных стран и устроили соревнования не на жизнь, а на смерть. Вернее, их устроил чемпион среди чемпионов Рейду. Наверное, захотелось позабавиться. И вот, все готовы принять бой. Так, вроде бы с историей разобрались. Теперь, наверное, стоит рассказать о самой игре. Начнем, пожалуй, с графики. Сразу видно, что графика выполнена не как в Текине 3, а скорее как в Текине 2. Только тут она более серьезная. Бэкграунды, точнее задние планы, сделаны тоже хорошо. На одном можно увидеть красивую местность китайского квартала. На другом заводы, на третьем заманчивое море с пляжем и так далее. Что ж, вроде бы с этим разобрались. Теперь стоит рассказать о режимах. Как всегда, есть турнамент. Режим для одного игрока. Сурвайвл, где вам придется бить всех на одном дыхании. Тайм-эппетт, битва на время. Тим-бэттл. В этом режиме могут драться команды по 5 человек. Версус. Режим поединка двух игроков. Самый интересный режим. Есть еще один. Комитэ. Вот его-то как раз не было ни в одной траке. Что же это за режим, спросите вы меня. В нем предлагается выбрать себе игрока. Далее выбрать число персонажей, с которым вы будете драться. От 30 до 100. Лучше не проигрывать ни разу, потому что за каждый проигрыш отбавляется процент хороста. В общем, могу сказать, что комитет опции 90-х парней. Еще, как и во всех драках, есть тренировка, где вы можете узнать все суперудары и броски. Кстати, о них. Сразу предупреждаю, что стрелять магическими шарами вы не будете. Или тастить экраны в экран не сможете. Надо надеяться только на свои кулаки и не более того. А броски же в игре выглядят эффектно. Перехваты ударов, всевозможные суперудары. В диване лежащего. Все-таки тут есть. Ах да, забыл рассказать о самих бойцах. Вот склероз, склероз. Старость не вралась. Итак, всего тут 9 бойцов. Не считая секретного. У каждого множество костюмов и секретных, и доступных. У каждого свой стиль. От нинджицы до брестлинга. У каждого своя профессия. От диджея до телохранителя. У каждого своя национальность. Тут двое из Японии, трое из Китая, один даже из России. И трое из Америки. Короче, драка получилась на славу. Если же я что-то забыл указать, да и не успел, то потом все сами увидите. Дело остается за вами. Наконец-то в доме Дэнди появилась долгожданная обувь. Ванцы и кожаные кроссовки различных размеров и видов. Теперь, когда весна полноправно ступила в свое владение, незачем носить теплые бутсы и спадли. Пора переходить на более легкую обувь. Такую, как вышеупомянутые ванцы. Представляющие собой некую смесь кроссовок и кедров. На сегодняшний день обувь номер один. В них можно ходить где угодно. Как угодно. А самое главное, ванцы не мешают играть в Теккен или в Резидент Хосяру. Что немаловажно. Но для тех, кто до конца вредом кроссовкам, дом Дэнди предлагает несколько видов. Эти кожаные кроссовцы в самый раз вписываются в любом крикит. И даже джойстику с приставкой. Если поиграть в F98 в этих кроссовках, первое место вам обеспечено. Но это мелочь. А самое главное, это комфорт, в котором оказываются ваши ноги. Непременно залетел в дом Дэнди на улице Богдан-Хмельницкого, 33. Каждое воскресенье на телеканале Премьер развлекательная и познавательная программа Мир Дэнди. В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заедлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим Мир Дэнди. А сейчас поговорим о второй игре на нашей любимой присталочке с Тони Плейспейшн. Угадайте, о чем сейчас поет речь? Делаю две небольших подсказки. Первая. В первую часть этой игры вы играли на таких платформах, как Сега и Супер Нинтенды. И вторая подсказка. После названия этой игры следует произносить 3D. Ну, я слушаю ваши варианты. Праймл Рейндж? 3D? Нет, вы оба неправы. Эта игра называется Pitfall. А где 3D? А где Праймл Рейдж? Наверняка все еще помнят знаменитую в прошлые годы игру Pitfall, вышедшую почти на всех приставках. Самые большие фанты этой игры давным-давно открыли все секреты, с нетерпением ждали выхода второй части. Ждали очень долго. Надежда постепенно угасала. И вот, летом 97-го года появилась первая информация, что продолжение наконец-то выйдет, но уже на Плейстейшн. И вот теперь, спустя почти год, мы наконец-то сможем появляться в игру Pitfall 3D. Beyond the Jungle. Так что же заставило нашего Гарри опять вернуться в джунгли? Появилась информация, что где-то в пещерах Южной Америки находится мистическая земля, на которой вроде бы проживает древняя цивилизация Моку. И Гарри, к истинный искатель приключений, сразу же отправляется в путь, даже не подозревая, какие опасности ждут его в пути. И вот его нога вступает на землю таинственных джунглей. Как видно из названия игры, она полностью трехмерна. Но хотя это принятие стихка относительно, ведь пойти можно не в любое место. Подвижение ограничено в основном некоторыми преградами, такими как горы, обрывы, стены. Большая роль, при игре в такие игры, отводится к камере. В Pitfallе программисты решили не изобретать что-то нового и пошли протоптанной дорожкой. Камера большее время действия неподвижна, продвигая экран одновременно с главным героем, а в особо напряженные моменты может выкинуть всякую шутку. Например, резко повернуть вид и приблизить его. Теперь уже камер вооружен не своим ремнем, надежной киркой, которая помимо боевых способностей может упадать и всяческие самопомогательные функции. Но все-таки, самое надежное применение данного инструмента это втыкание его в шрифтную коробку противника, если такая присутствует. Врагов в игре не очень много, то есть гигантских стоп стрекозов гамолов вы не увидите. Но ведь не враги составляют основную сложность прохождения. Нет, не подумайте, что сложнее. Убить большую кориллу или пропрыгать по маленьким островкам, которые постоянно осыпаются под ногами, а еще и сводиться в какую-то раскачивающуюся лиану. То-то же. А ведь еще запросто можно заблудиться в этих гигантских уровнях. Так что, как видите, проблем хватает. И не надо создавать новых. Кстати, сразу можете забыть про плечки. Здесь их просто нет. Их роль играют кристаллы. То есть, вы собираете их везде, где они только попадаются, и складываете в карманы. А затем, встретив на уровне световой круг, вы просто входите в него и меняете кристаллы на энергию. К сожалению, такая халява встречается очень редко. Как я уже замечал, никакая энергия не спасет вас, если вы упадете со скалой. Повезло еще, что Чекпоинт встречается на каждом игре. Графика в игре просто отличная. Все персонажи, детали, пейзажи очень красивые. А отблицы лунного света на сталагмитах просто не поддаются описанию. Освещение отработано до такой степени, что если Гарри подбегает к костру, то отблики пламени реально играют на его одежде. Игра также поддерживает Маморика. И вы сможете запрещаться как после прохождения уровня, так и во время самого уровня. И могу сказать точно, Питфольд будет играть не только за ядрой панатой первой части, но и те, кто просто любит поиграть в первоклассные трансмерные бразилки. Ведь хит, он надо инди-хит, на PlayStation и подобное. Игра НИСПО СПИД 3. В режиме ввода имени введите следующие имена. СПО и ЛТ. Все машины, плюс Югуар, Мерседес и НИНА. И все трассы, включая Энтер-Сити. Плей ТМ. Игрушечная комната. ХЦА-В8. Опасная пещера. ХЦН-ТР-Ю. Каньон. МН-ВЕАМ. Космическая станция. ГЛДФ-С-Х. Подводный тумей. Ну вот, наша передача и подошла к концу. Нам очень грузится с вами расставаться, но что поделаешь. Ну, напоследок, у меня приписана для вас великолепная новость. Около кинотеатра России в ближайшую субботу в 2 часа ровно состоятся первые в 98-м году соревнования роли-ралли. Так что у вас есть ровная неделя, чтобы тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Но также напоминаю, что в Доме Дэнди вы найдете большой ассортимент ланцев и кроссовок. До новых встреч!